здравствуйте решил я снять небольшое видео по проектированию и изготовлению самодельного граммофона с выносной трубой значит возможно кто-то смотрел предыдущие видео то у меня были как там патефон на граммофонные подарки так называемые то есть там видели двигателя лежали которые я купил там еще какие кое-какие запчасти у меня там некоторые были значит и решил я как лица руки чешутся голова требует вернее мозги мозг мозг требует движение чтобы что-то придумать чтобы что-то работало как-то так значит значит решил я сложить граммофон по своим как говорится чертежа ну не чертежам она все на коленке собирается обычно когда чертежи делаешь потом по этим чертежам чет не получается приходится перестраивать в процессе переделывать перерезать значит собрал я вот такой вот корпус до изначально была задача именно самому сложить то есть как сложить сделать корпус и все остальное что-то изготовить что-то с каких-то граммофонных патефонных запчастей взять поставить в этот чудо агрегат значит размер решил я сделать небольшой не хочется в небольшой я ремонтировал их но в смысле граммофон и разные швейцарские немецкие ну как-то мне не не очень не в плане красоты в плане еще что-то но все они шумные все они болтаются как бы как болтаются тот же тонар про индийский разговор сейчас не идет вот и решил я собрать свой говорится как мне захочется и как мне нравится то есть ну естественно все инженерные как говорится мысли азимут головки то есть все эти дела будут соблюдены естественно они уже соблюдены вот все остальное буду делать как говорится из опыта из практики на свое усмотрение значит решил именно собрать малого размера то есть у него размер по наружной крышке 24 а вообще внутренней я часть то есть отсюда до сюда 20 20 сантиметров значит сейчас он обклеен как это назвать малярной лентой бумажной такой клеющийся скотч малярная лента у нас ее значит называет естественно для чего чтобы дерево то есть этот щит вот это вот все не в процессе как это замеров вот видите тут замеры уже у меня эти все чтоб потом это все мне не чистить потом я беру чуть-чуть почистю то есть все разберется снимется естественно это пока все только подгонка значит это ольха говорится не с ценных пород дерева можно было пизду ба сделать но у меня как объяснить станки домашние как это бытовые непрофессиональные поэтому я как бы побои не то что побоялся не рискнул сделать дерево вытяну я не вытяну вот можно было в конечно заказать если у меня хороший знакомый как это расстоллер такой красный деревщик вот не профессиональное оборудование заказать с того же с дуба там не знаю с хорошего дерева но захотелось мне делать самому вот значит взял я ольху то есть это неценный пород дерево видел на ю тубе в целях рекламы наверно написано вернее как человек горит реставрированный граммофон с ценных пород дерева а сам весь корпус обклеен картинками там материалом то есть какие породы какое что даже в комментариях включены ну вопрос не в этом вот значит ну какая была у меня фреза вот здесь по буртику можно видеть ну потом он будет это чистое там еще дерево что здесь будет какие-то не знаю вензелях или что-то такие вставочки балясинки там для для виду для красоты еще для этого я не решил пока занимаюсь техническими значит вопросами значит что с по двигателю значит двигатель вот такой это вот тот мелкий кто смотрел то видео как бы от мелкого как говорится патефона советская 54 года нашел я информацию тут ручка была на переломе вот типа как в дружбе значит нашел информацию приблизительно сто процентов не уверен но приблизительно такие применялись молотовских поперечниках но смущает меня что вал короткого ты ну как-то другой информации я не нашел вот значит взят был этот двигатель вставлены вот там вот такие видите круглые ставочки с фанерой ну то есть в размер подобно на завесики но это все будет откручиваться естественно значит снята была ручка это на переломе шплинтики вот там он виден и выточная грубо говоря такая переходная как бы втулочка трубочка в конце с резьбой вот и вот такая вот ручка с резьбой значит которая будет в круг но она вкручивается туда это тоже с тех же патефонно граммофонных подарков правда она была в большем размере то есть от большего граммофона мне пришлось ее перегнуть переварить ну то есть этот убрать лишнее все но она не отшлифованы ничего это все только подгибается наверное подгоняется значит вот это вот будет тормоз с такую вот штучку я сделал возможно что-то здесь потоньше сделаю что-то не нравится мне широковатая ширина но посмотрим значит вот это вот регулировка оборотов где-то вот так я выставлял приблизительно по центру это получается 78 оборотов вот значит что касается диска вот он утоплен вал сам значит диск взят вот такой именно мелкий да и все здесь конструкции с особенностями вернее конструктивными двигателя значит центр я отнес в сторону чтобы он там за стенки не цеплялся но можно было пик больше корпус сделать но не принципиально хотелось именно мелкий маленький такой сделать значит что касается диска это от радиолы рекорд кажется не помню 66 что ли ну не помню не буду врать значит у него здесь было еще такой бурт то есть его обрезал подогнал значит вот здесь было вытащено наварено вот такая втулка вот она черного цвета видно где да значит вставлена в основную часть и то есть вот эта втулка по отношению к диску она центрована на станке на станке как объяснить кто занимается возможно ремонтом или слышал автомобилей двигателей тех же вот есть такие станки которые коленвал точек но смысле в размер угоняет коленвал и растачивают там центровка очень должна быть точная под вкладыши коленвалы когда делаются поэтому это на этом станке вот это вот втулка приваренная была отцентрована по отношению к диску но все равно немножко есть при вращении сел на место при вращении есть немножко гуляния но она гуляние за счет видите вот самого основного вала то есть в этом двигателе вал не как в потребность пт вернее третьем через втулку здесь прямо в основании не хочется не переделывать не хочется это то есть там гуляние не сильно большое поэтому я считаю что это будет хорошо так ну в принципе а значит что в касаемо тонарма тонарм взят вот это вот часть от дружбы кстати он был тоже в патефон на граммофонных этих подарках вот это вот часть сейчас я секунду карандаш 8 значит вот этого часть самодельная вот этот вот но это еще не полирована не шлифована так слегка снята это тоже от дружбы только чуть-чуть как бы сделаем короче для того чтобы ну когда голова одевается чтобы азимут я и каких-то других видео объяснял и в интернете этой много информации то есть при прохождении от начала пластинки в центру игла приблизительно должна быть центр шпинделя хотя в например вот в швейцарских тех же патефонах мне встречался встречались вернее что тонарм но на патефонах значит отведем то есть если вот посмотреть на этом он как бы вот отсюда начинает заходить и к центру заходит то есть начало пластинки то в этих тех же швейцарских они где-то здесь заходят игла здесь получается конструктивные особенности значит такие у меня нет центр ну что сам как это объяснить сам вот этот вот но загрунтован только уже видите немножко обдирается сам кронштейн есть у меня такой но самодельный есть у меня такой станочек я как-то как как-то когда-то изготовил несколько станков там чтобы как это холодной ковкой заниматься ну как заниматься там дома надо было то стол на улицу сделать кованый красивый то козырек то еще что не то есть я на этом одном из своем станочки согнул такую штучку сюда приварил для виду кругляшок вот это вот естественно вытаночила с металла значит здесь площадочка она с нержавейки покрашены такие вот болтики поделал значит чтобы закрепить для виду ну что вот эта вот часть с нержавейки то есть вот сюда планирую вставлять колено на трубу но не знаю либо прямо потом будет насаживаться либо сразу с углом не решил значит сам то норма здесь видно наверное подшипник да то есть вот такой подшипник точно такой вставлен вот в эту часть внутри здесь диаметр 30 по внутреннему в тонарме был в 29 там щит поставлена прокладка запаян вернее прокладка такая латуневая полоска короче вот этот тонарм вставлен в эту вот часть подшипник запрессован сверху кольцо вот оно видно медное как бы чтобы тонарм не права но он и не провалится ну так еще у меня была задача чтобы вот видите там такие кусочки припаяны меди опорные они упираются там в латунь то есть что тонарм аж не закручивал аж туда что-то мне не хотелось бы наш заворачивался вот наверное как-то все рассказал чего буду а ну вот здесь раз уже вот они лежат значит я уже вот подготовил как бы рисунок это куски кусочки вернее листовой латуни толстый то есть ну приблизительно вот там они будут значит на регулировку стоять вот здесь это будет вырезана вытравлено ну то есть травление будет произведено также и на тормоз приблизительно такие там точно не знаю может они мне не понравится может я что-то другое сделал посмотрю но это как бы заготовки такие вот в принципе все хотя наверное сейчас поставлю на паузу и мы заведем возьму какую-нибудь головку попробуем завести ну я-то заводил слушал не посмотрим как он кстати мотор хороший почти две мне почти а две стороны держит хорошо ставлю на паузу паузу сейчас попробуем ну вот поставил я пластиночку будет эту взял мать сейчас скажу о заела понял не ту хотел извиняюсь подложил вот такой фетр кусочек вот манечка пойдет значит ну что будем пробовать покажу немного недолго правда ну вот как то вот так играет ну вроде звук есть то есть выход через трубу и более довольно приличный то есть не ходит ходуном здесь есть все вообще без всяких люфтов вот ну значит что еще трубу говорю сразу не знаю какую буду делать если честно вернее как не знаю не знающего с дерева может деревянную может металлическую не решил пока не доделаю как говорится вот это вот сидела корпус пусть раскручивается не доделаю корпус полностью в оригинал головка тоже не знаю какая будет это я просто с патефона какого-то снял такая тут как бы смотреться не будет надо будет что-то либо решеточку менять на такой голове либо ну посмотрим значит насчет трубы да тоже не знаю либо круглую делать либо лепестковую даже не решил еще не знаю как бы рупор вот эта труба рупор так называемый там геометрия конечно сложная при изготовлении там учитывается все и диаметр и как бы с чего начинается утолщение увеличение вернее диаметра она влияет на звук на средней частоты геометрия там хорошая говорится не зря народ думал но в размере тоже не знаю какие дела вернее какая будет ну приблизительно наш идет разные есть но большую я не хочу обычно как обычно в среднем идет то есть корпус граммофона это две третьих от трубы значит если здесь 24 значит плюс 1236 то есть длина 36 сантиметров но это приблизительно наброски и диаметр приблизительно 36 ну где-то так это бой это максимальная то есть вот это вот здесь она идет на утончить утончение как чего еще не решил может у кого-то есть идея либо какая-то подсказка как это мне лучше все изготовить вернее как изготовить я как бы здесь готовлю но не знаю не решил еще а так вроде бы все функционалы вроде размере работает со скоростью немножко отрегулируется вот что да что еще хочу сказать хочу я все граммофон и которые во всяком случае мне попадались они как бы шумно работали ну как шумно то есть двигатель небольшой корпус деревянный внутри она работает само собой мотор со звуком немножко есть звук от мотора тех же грузиков центробежных от всего так как это все не новое и сам корпус работает как резонатор то есть усилиют звук поэтому я и захотел этот сделать поменьше ну и не только ради этого и так не хочется мне большой и внутри я хочу свой то есть внутри полу минимуму вернее по возможности обклеить фетром я так думаю фетр внутри будет его звук вот этот он то есть не громко работает по сравнению с остальными но все равно он его будет глушить когда-то я на граммофоне лет с десять назад ремонтировал человек говорит шумит ну когда без музыки договориться как резонатор корпус мы обклеивали обклеил я ему вернее его предложил ему и обклеил как это шинельным сукном то есть шинель солдатская советская еще на 50 процентов звук пропал ну по звуку то есть она глушила все это дело ну вот вроде бы как и все рассказал пишите в комментариях может кого-то какие-то идеи есть особенно насчет изготовления трубы как не лучше поступить вроде бы как и все на этот на этом вроде бы так и все ну спасибо кто смотрел до свидания